Добрый вечер, господа! Сегодня хотелось бы немножко обсудить кассеты для настройки высоты головок и роликов. За рубежом они называются Трак Олигмин. Несколько слов о том, что они из себя представляют. Это кассета, у которой записан сигнал между дорожками левого правого канала. Вот кассета, затовленная Никитиным, русофобом Никитиным нашим самым известным. Как она работает? Что там записано? Вот если посмотреть на ленту, вот это вот А сторона, перевернутая лента А стороны, допустим, канал левого и правого канала. Между ними записываются специальные дорожка 25 микрометров шириной и по этой дорожке настраивается высота головок и роликов. Если, допустим, головка опущена вниз, она читает вот эту дорожку правым каналом и вы винтом регулируете так, чтобы добиться минимума сигналов в обоих каналах. То есть, если у вас, допустим, головка опущена слишком низко и читает правым каналом межтрек, вы просто поднимаете чуть-чуть, выше головку винтом поднимаете и добиваетесь, чтобы вот эта дорожка перестала читаться. Если у вас, наоборот, слишком высоко стоит головка и межтрек читается левым каналом, вы просто опускаете головку винтом чуть ниже. Если у вас голова отрегулирована правильно, но ролик стоит по высоте неправильно, вы включаете кассету и видите, что какой-то канал, допустим, левый читается. Индикатор показывает, что межтрек читается левым каналом, вы винтом регулировки высоты ролика добиваетесь того, чтобы ни один канал не читался, то есть индикаторы молчали. Это очень удобно, намного проще и быстрее, чем пользоваться этим шаблоном. Для того, чтобы шаблоном отрегулировать, надо разобрать механизм, вытащить его там, убрать кассетоприемник, все это крутить, потом назад собирать, и не факт, что попадете. Межтрековые кассеты это дело намного удобнее и значительно быстрее, чем шаблоны. Ну, конечно, предварительно желательно бы отрегулировать шаблоном, а потом по межтреку идеально выровнять, чтобы было все как в лучших домах Лондона. Но если нет шаблона, можно даже одной межтрековой кассеты добиться очень хороших результатов. Я сейчас покажу, как это работает. Вот кассета Никитина, ставим, смотрим, что у нас все представляет. Все нормализовалось. Теперь, если покрутить винт высоты, вот я заглубил, видите, левый канал вылез, кручу в обратную сторону, правый вылез. Добиваемся того, чтобы минимум был в обоих каналах. Так, теперь я сделал сам кассету. Почему я это все затеял? Потому что кассета, которую я раньше настраивал, она приходит в негодность. Здесь очень мало ленты намотано, всего 5 минут. И за 8 лет эксплуатации некоторые участки ленты так сильно продавились, что уже регулировать по ним тяжело. Чему это приводит? Это приводит к тому, что в некоторых участках, где лента продавилась, межтрек уже не соответствует настоящему положению. В конце у меня остался участок относительно, который я мало пользовался. Там по нему еще более-менее точно можно настроить. В середине в начале уже проблематично. Я хотел заменить эту кассету, но купить новую оказалось невозможно. Просто или стоит бешеные денег, или невозможна пересылка в России. Поэтому пришлось сделать свою. Вот это обычная версия премиум грейнт, 700 герц, 25 микрон. Сейчас покажу, как она работает. А то некоторые чубатые там что-то... батон крошат. Что-то им там не нравится, трясется. Не знаю. Сейчас посмотрим, что там трясется. Пожалуйста. Идет нормально. Если вы думаете, что это чистая, незаписанная кассета, вы ошибаетесь. Видно, да? Вот я кручу без всякой боязни. Почему? Потому что я всегда могу вернуть в прежненное состояние. Никакого этого нет. Вот, пожалуйста. Точно так же и с роликом, с левым роликом точно так же регулируется. Сейчас покажу. Рома, видишь? Ничего не болтается. Ты можешь понять, что болтанка была до того, что в рулоне ступенька образовалась? Это был не чистовой ролик, а просто снятый для ватсапа товарищу. Теперь смотри, как это работает. Стабильно? Ничего не трясется? Ты доволен? Нет? Или все, будешь там кипеть, я много набрасывать на вентилятор? Все. Теперь, как настраивается ролик? Сейчас я сниму вот эту защитную крышку, чтобы было видно, чтобы получить доступ к ролику. Минуточку. Так, вот ролик, вот его рычаг. Вот я отжал, видите? Появляется. Теперь, как его настраивать? К примеру, у вас дековая, купили и кассету мистерековую, вам нужно отстроить высоту ролика. А, вы включаете и видите, что у вас, к примеру, левый канал начинает захватывать мистерек. Вот такая фигура появляется на выходе. Что нужно сделать? А сделать нужно очень простое действие. Добиться, чтобы в обоих каналах был минимум. Вращаете, добиваетесь минимума. Вращаете винт. Все. Очень чувствительный метод. Все. Идеально. И из-за чего весь этот сербор начался? А все из-за того, что в деках Накамичи и Акай настроить высоту головок можно только по мистереку. Почему? Потому что у них нет рогов на головке. В обычных деках, у которых головки с рогами, там вставляется шаблон. Между рогов заводится керн. И вы смотрите, как этот керн свободно заходит или цепляет за какой-то рог. И, соответственно, регулируете высоту. В Накамичи и у Акая такой номер не прокатит, потому что рогов нет. Как тогда регулировать головки? Только по мистереку. А мистерек должен быть не какой-то там слепленный наспех на скорую руку, записанный моноголовкой и стертой записывающей, чтобы получить похожий сигнал на мистерекового. А именно вот такой, записанный узкой дорожкой. Почему? Потому что, когда сигнал записан узкой дорожкой между каналов, только тогда вы можете точно поймать положение по высоте. Другим способом, когда остаются нестертые участки сверху и снизу, и когда вы регулируете, пытаетесь отрегулировать, у вас головка чтения постоянно цепляет или верхний, или нижний нестертый участок. И получается, индикаторы стоят на каком-то определенном уровне. Невозможно точно поймать, приблизительно ловится, но точно поймать невозможно. Этот способ я испробовал, он не работает. Единственный способ, по которому можно по-человечески спокойно за 20 секунд настроить, это вот этот, который я вам продемонстрировал. Вы сами видите. Так, теперь ситуация с Акаем. Вот имеем Акай, да? Как вы собираетесь настраивать высоту головок, не имея миштрека? Рогов у нее нет. Все знают, да? По зеркалке невозможно настроить, это плюс-минус километр будет. Посмотрим, чего можно добиться по этой по трекеновой кассете на Акая. Вот, казалось бы, нет записи, да? Кручу винт высоты. Сейчас покажу его крупно. Видно, нет? Ага, видно. Пожалуйста. Назад, в другую сторону ключу. Ну. Все. Точно. Единственное, что нужно сделать после настройки высоты, это поправить азимут. Потому что, когда регулируешь высоту, меняется одновременно азимут. То есть, нужно иметь две кассеты. Треккинговую и азимутальную. Азимутальную. Если они у вас есть в наличии, то жизнь ваша в шоколаде, оказывается. Можно любой магнитофон буквально за 10-15 секунд настроить. Вы видели, да? Это головка. Ролики тоже самое. Здесь у Акая гайка фиксируется дополнительно. Вернее, винт фиксируется дополнительной гайкой, поэтому я не буду крутить. Я просто надавлю, и вы посмотрите на реакцию. Вот я надавил на ролик. Левый канал вылез, видит? Вот я отпустил. Поэтому без треккинговой кассеты нормальному настройщику жизни не будет. Счастливой. Ну, наверное, всё. На этом можно заканчивать. Забыл сказать. Это кассета обычной точницы. Примерно как у Никитина, у Генлаба. А будет, могу сделать ещё повышенной точностью. Но это, скорее всего, на заказ. Почему? Потому что возни несколько раз больше, чем с этим. Отбор корпусов, компенсация толщины корпусов. Поэтому здесь, в этом случае, намного больше возни будет. Это обычно примерно 7-8 микрон точность гарантируется на этой кассете. Для большинства бытовых лучше, выше крыши. Если нужно что-то особенное, то тогда вам нужно будет вот такую иметь. ФТТА-1. Естественно, она дороже. Ну, а это более демократичный вариант. Я ещё не оформил окончательно, наклейки не сделал. Но скоро приедут эти наклейки и вклады ещё другие будут. Поэтому следите за новостями на канале. Пока!